Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Филипп де Шампань. Иногда произносит Шампень. Французский живописец, гравер фламандского происхождения, один из ведущих мастеров Парижской художественной школы XVII века, выдающийся представителем классического большого стиля эпохи царствования Людовика XIV. Родился в Брюсселе в бедной семье 26 мая 1602 года. Обучался в родном городе Ужана Буйона. С 1618 года поступил в обучение к миниатюристу Мишелю де Бурдоу. В 1620 стал учеником пейзажиста Жана Футиера. В 1621 перебрался в Париж, где работал с Николя Пусыным над украшением Люксембургского дворца под началом Николя Дюшене, на дочери которого он позже женится. После смерти покровительствовавшего ему тесте, Шампань начал работу для королевой матери Марии Медичи, а также для кардинала Ришелье, для которого он украсил кардинальский дворец, купол капеллы Сарбонны и другие издания. В 1648 стал членом Королевской академии живописи и одним из ее основателей. Наряду с Симоном Вуэй является наиболее почитаемым художником эпохи. С 1654 конкурировал с Шарлем Лембреном, участвовал в украшении дворца Тюллерии под его руководством. К концу жизни активно занимался педагогической деятельностью. Среди его учеников был Жан Морен. Не оставил печатных трудов, но сохранились его лекции и комментарии. С 1640 года Шампань попадает под влияние янсинизма. Это религиозное движение в католической церкви XVII-XVIII веков. После того, как его парализованная дочь чудесным образом была извлечена в монастыре, в стенах которых она обитала, Шампань написала нетипичную для него работу. Вативную картину. Вативные различные вещи, приносимые в дар божеству, по обету ради исцеления, смягченная форма жертвоприношения. Эта картина в настоящий момент находится в Лувре, где он изобразил свою дочь и мать-настоятельницу. Шампань оставил достаточно большое количество полотен, по большей части на религиозные сюжеты. Но из его наследия наиболее интерес представляют портреты. В ранний период творчества находился под влиянием Рубенса, но со временем его манера приобретает большую сухость и строгость. Его портретная живопись в настоящий момент ценится больше религиозной, которая ничем не выделяется на фоне обычных барочных полотен того времени. Скончался художник в Париже в возрасте 72 года, 12 августа 1674 года. Ну вот так вкратце из переводной википедии о французском живописце гравюре пламандского происхождения Филипп де Шампань. Иногда проеносец Шампень. Пока-пока, до свидания.